любители природы грибнички снова привет вам из леса приветствую вас на канале гриба мания только позавчера среду мы были сосновом лесу на сегодня пятницу 26 ноября 2021 года вот мы в таком вот лиственном пойменном лесу ивы ясени тополя очень редко дубы ну и там может быть еще что-то но в основном так цель сегодняшняя на 90 процентов это конечно зимний опенок если повезет что-нибудь другое возможно с малой долей вероятности вешенка ну а там посмотрим в общем идем обязательно что-то интересное вам покажу и мы в одесской области беляевском районе это лес трутовиков мой любимый ну что ж вперед и вот не успел с вами договорить коряжина такая но на чужой кстати это дерево с него ростки растут и вот две очень небольшие достаточно молодые фламулинки сейчас сорвем покажу вам и вот много зародышей вроде бы не сохнут наверное только вылезли тут дождь был 19 числа вроде а сегодня у нас 26 кстати чуть пораньше вылезли очень маленькие конечно ну извините но свеженький ну чисто на почин положим их ведерочка идем дальше увидел тут несколько пеньков решил сюда подойти ну вот на этом тут буквально пару штучек очень маленьких тоже такие не совсем пару дней как вылезли но не сильно развиваются влаги все-таки наверное не хватает вот вот этот второй пенек на нем ничего а вот где-то метр от него видно на корнях вот одиночный гриб но это тоже фламулинка конечно очень классная но одна как бы это настоящий уже такой почин почин а дальше еще один пенни на нем много много маленьких достаточно ну взять пока особо нечего ладно бежим ну вот еще метров 12-15 и чем дальше тем больше и посвежее отличная фламулина может для тех кто не знает это я так говорю как будто вы давно смотрите возможно есть люди которые впервые смотрят это видео или вообще про этот гриб узнают это зимний опенок фламулина их несколько подвидов но принято все-таки называть их всех бархатиста ножковая хотя ну как минимум еще несколько в наших широтах растут в эти подробности наверно пока выдаваться не будем я и сам не очень в этом ориентируюсь досконально он так говорит так но эти можно будет взять и вот эти вот точно сейчас посмотрим покажу вам внешний вид может поподробней так получится нет наверное руками не получится сейчас попробуем может срезать хотя я не вижу что откуда там растет вот обязательно светлые пластинки у него такие светло-бежевые ну я обычно бархатистая ножка хотя тут они еще свежий и не очень это видно ножка обычно темнее вот так вот ну берем так вот еще немножко прошлись заросла это молоденькая конечно уже небольшие семьи вот еще там одиночно и вот совсем молоденькие красивые и все это фламулинка ну вот тут мы наверное возьмем а те пусть растут мал по мал находим вот тут спилили старый пень зачем его пилили не знаю ну вот того и вот еще небольшой кустик она не очень блестит ну внизу светленькая свеженькая добавим к тем ну издалека очень красивая казалось вот это вот семья поближе подошел к конечно подсохла ну и можно взять посмотреть что получше она хорошо размачивается фламулин а потом он и свежие внизу есть так что ну выбрать есть что вот на валеже не на такой там еще где-то пару штук но это далеко я не буду ваше время занимать в этой семье мы сейчас пороемся а вот старая его такая вот разветвленная и на ней прям красиво посмотрите она конечно чуть вот потресканная даже влаги все таки не хватает ну просто огромная фламулина эластика с большой вероятности вот тут мелкие еще стоят а вот тут даже вешенка была подсохла подсохла первый раз кстати на и вы вижу вешенку вроде она но тут уже тяжело определить но это мы конечно возьмем старая его вот такие вот фламулины красивые предыдущий кустик был на ясенелисном клене или клен американский а до этого пеньки тоже ивовые были сейчас покажу вам снизу одну эту красавицу большую вот тут хорошо видно какие у них пластиночки частые достаточно ну средней чистоты будем так говорить много промежуточных маленьких темная ножка в данном случае она еще не очень темная но вот все равно бархатистость вот эту видно все супер эти мы заберем все ну вот очередная семейка немного пожеванная кем-то вот рядышком среди уже начинает этот лес бить рекорды в феврале я тут такого плана фламмулину собирал и больше и не старая что самое интересное радует одиночные крупники стали попадаться с огромными ногами как морковка или как хрен ну две штучки только здесь красавицы а вот тут красота ну вот это чуть подвяленная там еще под листиками тоже виднеется несколько штучек вот это шикарная красавица какой цвет а тут дальше размер конечно вот они нет ломать лопушки отличного качества несмотря на свой огромный размер вот такую бы вот такую бы конечно посмотрим на самую большую даже самая большая хороша еще вот она ну супер вот это уже очень радует вот это достаточно редкая гостья у нас в этом лесу вешенка и вот тут вот две штучки так нормальных вот еще маленькая свеженькая ну и посохших есть немножко ну тоже возьмем гриб классный мы его любим ох свежак так не падай красавица тоже хороша можно эту тоже забрать хоть небольшая но пусть лежит у нас в корзинке вот такой вот результат 50 грамм вешенки вот начну с этой она старая но размеры теперь впечатляет очень смотрите одиночная фламмулина такого размера вот ну это же не самая большая еще тут вот смотрите тут с другой стороны дерево больше чем то вешенка которую я только что срезал вот какая красавица и это тоже фламмулина вероятно не всего эластика но это как бы все они съедобные так не знаю как получилось не получилось о какие вы посмотрите на сковородку и вот красавица не такая большая не очень многочисленная но огромные ноги в общем она тут классная в этом лесу подрезаем ложим и идем дальше вот идешь ты по лесу собираешь грибочки и вдруг вот такой сюрприз вот на вольном выпасе тут коровы он еще там здоровая какая находят себе еду еще и в конце ноября неужели ежевик уедет вот красивый пенек нашелся так с другой стороны вроде бы нету ничего вот тут так рассредоточено не пучками большими немножко под листьями вот такая красотка загоревшая чуть-чуть вот какая ну красавица же а один из самых моих любимых грибов несмотря на не очень большой размер универсальное абсолютно что хочешь можно с ним делать и мне он очень по вкусу нравится вот они толстоногие были два-три пенечка пустых и потом вот по чуть-чуть обязательно что-то есть вот такие красотки и там вот еще немножко ну так вот собираем потихоньку такой вот красавчик большой попался один грибочек ну и вот этих пару подсохших такие третий сорт ну вот эти вроде ничего тут сверху выглядят как свежие ну это точно свежие сейчас мы их срежем аккуратно наверно да это свежак вот с этого пенечка вот такой пенек еще вот таких хороших размеров несколько штучек очень свеженькие там вон малявки лезут вон там из-под коры еще меньше малявки пробиваются вон еще один и вот на соседнем пенечке встаем идем вот такие два огромных красивых грибочка такие волнистые красивые еще есть немножко сверху подсохшие вот с той стороны парочку а тут вот такая красота смотрите супер это шедеврики под таким чагирям еле прошли ну вот есть вот такие вот такая троица там дальше вон подсохшие вот одиночный стоит чуть дальше по стволу ой 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 молодняк и вон чуть постарше такие не сверх свежие ну каких-то штук 8-10 можно взять супер двигаемся сейчас в сторону машины но прощаться не буду потому что есть в планах еще в одно место заехать ну что-то будет покажу что-то не будет оттуда попрощаемся сразу извинюсь за ветер друзья а потом постараюсь почистить на видео на конечном ну все равно если что не так простите мы в чистом поле точнее это не паханное поле степь пастбище и цель наша здесь приехали мы за степной вешенкой вешенка-однобочка вот сразу зашли увидел одну небольшую не очень правильной формы не показательной ну вот вот такая она или королевская вешенка ее еще называют очень полезный гриб очень вкусный ну мне нравится и мелочи вот много лезет вот совсем при морде еще ну сейчас будем искать находочка радует вот так чуть-чуть семеечка даже попалась точнее даже рядочек но они редками не растут у них немножко другой принцип многие кто первый раз видят могут вопросом задаться что за вешенка такая которая вот так вот на земле растет такая это вешенка которая в отличии от всех других видов вешенки которые либо паразитируют частично либо сапротрофы древесины дерево разрушающие такие помогают утилизировать можно сказать древесину это растет на корнях либо стеблях вот таких вот растений колючек таких которые называются синеголовики ну в данном случае вот от нее лист от этой колючки сейчас я может быть покажу верхнюю часть если увижу а вот он валяется срывается с места и катится куда-то вот сейчас он не синий уже а по весне он цветет синим цветом и очень колючий вот в нем они и растут либо рядом где-то либо же прямо бывает впритык стеблю если так увижу таким образом то покажу вам вот и свеженькие такие попадаются красотка вот так вот собираем недостаток влаги чувствуется и здесь они небольшие в основном все вот немножко не набратые водичкой вот еще постарше не знаю насколько хорошая она нет это уже немножко не годится пусть размножается ну и чем что то есть вообще что меньше чем в прошлые разы ну сейчас посмотрим а вот друзья то о чем говорил вот прямо стебли этого синеголовика вот так вот выгнивает из земли обычно вот лист один еще в земле не отвалился вот вешенка прямо вот видите вот из стеблей растет это кстати червивая такое тоже бывает вот так вот вот так вот и забыл сказать еще что это вешенка королевская или стебна или вешенка однобочка вот столько ее у нас уже это тот же самый гриб который в магазине продается под названием эринги только выглядит он культивируемый по другому немножко камеру я включаю не очень часто потому что во первых ветер вот когда затихает и когда что-то более не менее симпатичное попадается буду вам показывать вот чуть-чуть другого цвета потемнее бывает еще немножко темнее и шляпка самых разных форм бывает так вот вот такая красота поближе вот тут скопление такое небольшое вот одна тут в колючках если видите так дальше тут еще где-то вот раздавленная одна наверное от коровы наступили вот маленькая коричневенькая симпатичная вот еще тоже красивая а вот по-моему самая красивая вот такая красотка надеюсь что чистенькая свеженькая сейчас достаю ножик вот вот я думаю что это из-за влаги и вряд ли они больше вырастут потому что уже в основном начали спороносить Так что берем Потихоньку набираем Вот такую семечку еще покажу вам И уже потом результат в конце Потому что ветер действительно мешает Вот так они иногда Достаточно приличными скоплениями растут Хотя и мелкие в основном сегодня Ну в общем Ждите результат Что друзья пришли мы к машине Показываю вам результат Грибалкой мы довольны сегодня Это была разведочка Во времени немного Так что нормально Вот больше чем пол ведра Где-то литров 6 С половиной вешенки степной Фламмулины больше пол ведра И вот пару вешенок Устричных Всем спасибо Если понравилось ставьте лайк Подписывайтесь Максимум через неделю Будет новое видео Откуда еще не знаю Всего доброго вам До свидания друзья Дальше фотографии посмотрите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok